Старушка спасла четырех маленьких волчат. Вы не поверите, как они ее отблагодарили спустя несколько лет. Эта история произошла много лет назад в небольшой деревне. Наташа провела всю свою жизнь в этой деревне, она здесь родилась и выросла, создала семью. Они с мужем очень любили друг друга, у них родилась красивая девочка, которую назвали Ирина. Семья была счастлива много лет и создала много радостных воспоминаний. Ирина выросла, влюбилась, вышла замуж. Из-за работы мужа Ирине пришлось переехать далеко от родителей. Наташа с мужем были счастливы за свою дочь и сказали ей, чтобы она не беспокоилась о них. Спустя несколько лет отец Ирины серьезно заболел и, к сожалению, умер. После сорока лет брака Наташа осталась в одиночестве. Вначале Ирина настаивала, чтобы мама переехала к ней, чтобы она могла позаботиться о пожилой женщине. Наташа отказалась, потому что не хотела покидать деревню, которая была ее домом. К счастью, даже живя одной, в деревне всегда находились люди, готовые ей помочь. Наташа была любимым учителем в местной школе, и один из ее учеников, Игорь, часто навещал пожилую женщину, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Если что-то нужно было починить в доме, он с радостью помогал. Игорь был охотником, он часто отправлялся в ближайший лес, чтобы найти подходящую дичь, и иногда делился своей добычей со знакомыми. Однажды Игорь сказал, что у него есть сюрприз для Наташи. На руках у охотника было четыре маленьких щенка. Он рассказал, что нашел их в лесу совершенно одних, без матери поблизости. Однако он забыл упомянуть, что эти маленькие существа на самом деле не собаки, а волки. Наташа согласилась взять щенков к себе. Она хотела завести собаку для компании и теперь могла спасти этих четырех одиноких малышей. Наташа отвела щенков в свой дом и сразу нашла четыре старых миски для животных. Пожилая женщина положила в каждую миску порцию мяса, и щенки с радостью быстро все съели. Когда щенки уснули, Наташа оставила их в доме и вышла на улицу, чтобы поблагодарить Игоря за то, что он нашел этих очаровательных малышей. Мужчина понял, что Наташа верит, что это щенки-собаки. Он подумал, что пока они маленькие, они не принесут никакого вреда, а пока он сможет найти подходящее для них место. Игорь ушел, Наташа вернулась в свой дом, где обнаружила, что четыре щенка проснулись и навели полный беспорядок. Все еще переполненная радостью от того, что у нее появилась компания, Наташа не рассордилась, а она убралась и решила, что пора дать имя каждому щенку. Она решила назвать их Тедди, Наглец, Буря и Баламут. Когда щенки начали подрастать, Наташа начала подозревать, что они необычные собаки. Потому что они были намного крупнее, их зубы были острее, кроме того, все местные собаки рычали и лаяли на них, когда проходили мимо. Подозрения женщины подтвердились. Однажды местный охотник шел мимо и увидел, как четыре волчонка играют вместе. Он инстинктивно достал свое ружье, но Наташа остановила его. Охотник рассказал старой женщине, что эти щенки на самом деле волки. Наташа была потрясена новостью, но она не испугалась. Она полюбила всех своих малышей, и они ни разу не проявляли агрессии. Четыре хищника продолжали жить счастливо в течение следующего года. Волки были преданы Наташе и охраняли дом, как собаки. Когда наступила осень и стало холодно, Наташа и волки с удовольствием проводили свои дни внутри теплого дома. Однажды в холодную осеннюю ночь послышался стук в дверь. Наташа, будучи любопытной, открыла дверь и увидела перед собой трех незнакомых мужчин. Один из них держал в руках оружие, которое сразу направил на женщину. Мужчины сказали, что если она не отдаст все деньги и драгоценности, которые у нее есть в доме, он выстрелит. Вдруг они услышали громкое рычание, оказалось, что от шума проснулись волки, которые спали в гостиной. Они поняли, что Наташа в опасности. Баламут, наглец и буря напали на мужчин, укусив их за ноги. В это время Тедди побежал к Наташе и встал перед ней, защищая ее от мужчины с оружием. Пока волки сражались, пожилая женщина потихоньку пробралась в свою спальню, где позвонила в полицию. Как только она закончила разговор, в доме раздался выстрел, за которым последовал виск животного. Наташа побежала обратно в гостиную, где увидела, что Тедди свернулся на полу с пулевой раной в задние лапы. Один из мужчин успел выстрелить и ранил бедного животного. Испугавшись звука выстрела, трое мужчин попытались убежать, но, выйдя из дома, они обнаружили, что их окружила полиция. Преступников быстро арестовали, но Наташа не обращала на них внимания, потому что сосредоточилась на том, чтобы помочь Тедди. К счастью, ей удалось помочь волку. Рана зажила в течение следующих нескольких недель. Новости о героических поступках четырех волков быстро распространились, но для Наташи их новая слава не имела значения. Она любила их так, как полюбила бы любую другую собаку, и они отвечали ей любовью взамен. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.